Дивный день В нашей церкви сегодня великий праздник, великий праздник, мы все пришли и стояли там, были свидетелями пред Господом, пред небом, так же, когда вы давали обет, служить Господу чистой и доброй совестью, скажем, слава нашему Господу, что такую возможность нам дал Господь. И многие, когда у нас делались евангелизации и приходили, чтобы даже посмотреть, родственники, знакомые приходили посмотреть, а как сегодня, то можете посмотреть, даже которые не знаете, но вы посмотрите это служение, и к вам слово простое. Тебя на собрание Дух Божий привел, чтоб ты для души исцеление нашел, через проповедь пение ждет он, приди, призыву Господу чутко внемли, каждое крещение, это была евангелизация, для будущих людей и церковь возрастала. Я читаю слова 11 главы от Матфея, и мы прочитаем 11 глава, 12 стих от дней же Иоанна Крестителя и до ныне. Слово до ныне, продолжающая форма, это еще, пока мы живем на этой земле, и до ныне Царствие Божие с силой берется. Царство Небесное с силой берется, и употребляющий усилие восхищает Его. Кто пренебрег, кто упустил, кто забыл, не обратил внимания, а употребляющий усилие восхищает Его. Иоанн сказал, и всякое плоть узрит спасение Божие. И второй же, стих 28, это также включается в план евангелизации Божией. 28 стих 11 главы. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Слава Господу за этот призыв. У нас время очень быстро бежит. Мы встанем на наши ноги, попросим Господнего благословения на это служение. Благословен Господи Бог мой. Церковь, дорогая, общим пением мы будем начинать это собрание и петь будем псалом. Он здесь, он здесь ищет встречи, он с тобой, он здесь. Он здесь, он здесь ищет встречи, он с тобой, он здесь. Пред Тобою мой Господь преклоняясь предстоит, и Тебя благодарит, что Ты здесь. Он здесь. Пред Тобою мой Господь преклоняясь предстоит, и Тебя благодарит, что Ты здесь. Он здесь. Он здесь. Ищет встречи, он с тобой, он здесь. За Тебя страдал Христос, все грехи Твои понес, О, приди к Нему скорей, Он здесь. За Тебя страдал Христос, все грехи Твои понес, О, приди к Нему скорей, Он здесь. Он здесь, Он здесь. Ищет встречи Он с Тобой, Он здесь. Иисус спасал Тебя, разорвя все узыства, Будешь счастлив вместе с Ним навсегда. Иисус спасет Тебя, разорвет все узыства, Будешь счастлив вместе с Ним навсегда. Он здесь, Он здесь, ищет встречи Он с Тобой, Он здесь, ищет встречи с Тобой, чтобы дать душе покой, Двери сердца для Иисуса Ты открой. Он здесь, ищет встречи с Тобой, чтобы дать душе покой, Свери сердца для Иисуса Ты открой. Слава Богу! Народ Божий, я призываю всех вас, и себя в том числе, Чтобы сегодня у нас были радостные лица. Всему свое время. Время есть для того, чтобы плакать, А есть время для того, чтобы радоваться. Ну, во-первых, у нас сегодня хлебопреломление, И мы не в трауре, потому что Иисус говорил, «Если я пойду, то Утешитель придет к вам, И Он будет не просто с вами, Он будет в ваших сердцах». Скажем славу нашему Господу! Сегодня у нас утром в это воскресенье Было водное крещение. Господь обильно нас благословил там на берегу этой реки. Я прошу крещаемые, пройдите сюда на сцену, Все друзья, те, кто сегодня приняли Святое водное крещение, Я хочу, чтобы вы все обратили на них внимание И помнили, друзья, Что сегодня наша Поместная Церковь, Она дополнилась числом спасаемых людей И не просто спасаемых, Но это те люди, которые будут вместе с нами В Царстве Небесном ходить по святых улицах Нового Иерусалима. Мы можем сказать Аминь. Аминь, друзья. Я хочу всех вас убедительно просить, Чтобы мы сегодня, посмотревши на них, Чтобы мы запомнили их И знали о том, Что сегодня Добавляются члены В нашей Поместной Церкви, В нашей Поместной Церкви увеличивается семья. Что делают родители, когда рождается очередной ребенок, Когда семья становится больше. Самое первое, для отца этой семьи больше нужно работать, правда? Больше работать. А для мамы нужно большую кастрюлю борща варить, Больше продуктов готовить. Тоже все без исключения участника этого семейного процесса. И от этого никуда не уйдешь. Сегодня вот молодые люди и братья и сестры, У нас сегодня 18 человек, Которые приняли святое водное крещение. И мы сегодня радуемся, друзья. Я там на берегу напоминал, Что Господь говорит об одном грешнике, Кающемся, радости бывает на небесах. Сколько? Много. А если 18 человек, Сколько ангелов сегодня радуются? И особенно те, которые непосредственно ответственны, Я так скажу, знаете, Ответственны за каждого человека. За каждого из них. Когда они были маленькие, Их благословляли и призывали. Народ Божий призывал и просил у Господа, Чтобы Господь ангела-хранителя дал Для этих молодых деток. Вот они выросли, наши детки. И вот они изъявили желание. И они сегодня перед нами. И я верю, что эти ангелы небесные, Которые постоянно работали и работают с ними, Они сегодня радуются вместе с нами. Потому что совершена победа. Не просто наша победа, Что мы увидели здесь этих молодых людей. Совершена победа Иисуса Христа. Иисус не зря приходил на эту землю. Не зря Он страдал. Не зря проливал кровь святую. И потому мы сегодня тоже вместе с ангелами Божьим Будем радоваться об этом. Друзья, зачитаем текст Писания Исаия, 54 глава, с 8 стишка и ниже. «В жару гнева я сокрыл от Тебя лице мое на время, Но вечную милостью помилую Тебя», Говорит Искупитель Твой Господь. «Ибо это для меня, как воды Ноя, Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, Так поклялся не гневаться на Тебя и не укорять Тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, А милость моя не отступит от Тебя, И завет мира моего не поколеблется, Говорит милующий Тебя Господь». Это за много веков наперед. Пророк Исаия предсказывал, как от самого Господа, О милости Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. «Завет милости моей, – говорит Господь, – Не поколеблется вовеки». Дорогие мои, все то, что было в жизни, Все то, какие были недостатки, Какие были падения, прогрешения, Все оно покрыто в сегодняшний день. Иоанн Креститель, который преподавал водное крещение, Он говорил, «Я крещу вас в воде покаяния, Чтобы вы оставили свои грехи И воззрели на Того, Который вот впереди меня идет». А сегодня братья преподавали водное крещение, И они не говорили, что просто оставить грехи и все. А они говорили, «Вот Он перед вами! Вот Он, умерший за грехи каждого из вас, И воскресший из мертвых!» И уже когда вы поднимаетесь из воды, Вы становитесь новым творением во Христе Иисусе. Новое творение. Дорогие мои, потому мы сегодня, Давайте, я думаю, встанем на наши ноги. Я сегодня больше не буду говорить. Можно много сегодня что сказать. Одно я скажу вам, дорогие мои друзья, Те, которые сегодня приняли святое водное крещение, Я хочу, чтобы вы поняли всю ответственность, Которая сегодня ложится на вас. Вы не просто должны ходить в церковь, Вы становитесь членами поместной церкви И, естественно, вселенской Господней церкви. А потому вы сопричастны к телу Иисуса Христа. Вы будете членами этой поместной церкви. Дорогие, потому любите Господа, Любите Божий народ, любите Божие дело, Чтобы мы не выискивали, что, ага, где там, Где там Коля, Вита, Николай, где они. Но, дорогие мои, сегодня давшую обет Господу, Доброй совести, постарайтесь это верно сохранить до конца. Вера и обещание. Вера и обещание. Потому, да благословит вас всех Господь. А сейчас мы остаемся на ногах, друзья, братья, Служители пройдут, поздравят всех наших крещаемых, Дорогие мои. И мы будем тоже тогда совершим молитву И будем продолжать наше служение. Да благословит всех вас Господь. Это крещение раз в жизни происходит. Один раз в жизни. Хорошо, если человек, однажды сказавший Господу, Да, я верю в Тебя, что Ты есть Сын Божий, И пообещал свою добрую совесть. Хорошо, если каждый из нас это твердо сохранит до конца. И на память вам стишок. Молодым капитанам веры, направляющим в небо путь. Я желаю веры без меры, И чтоб мужеством крепла грудь. Благослови вас Господь. Друзья, вы радостны сегодня? Да? Очень. Слава Господу. Я вот сейчас смотрю, братья поздравляют. И вот представьте себе, 18 человек, да? Господь один. Но в Него есть проводник каждому из них. Каждому. И Он каждого знает по имени, Он знает, где кто живет, Он знает, чем кто занимается, Он знает ревность каждого человека, кто сегодня изъявил желание. Он знает всех нас. Потому, дорогие мои, давайте будем любить Господа всем сердцем. Что бы то ни случилось в жизни, а мы будем искренно, ревностно вместе с вами, народ Божий, любить Господа от всего сердца. И давайте вместе с братьями, с друзьями нашими закроем наши очи и возблагодарим нашего Господа в этот воскресный день. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа мы превозносим имя Твое Святое. Исполним один псалом, как поздравление для наших молодых, а потом продолжим служение. Твое Святое Несется песнь, всю суету глуша, Простой народ святым становится, Для Господа рождается душа. Когда в крови Христа омоется, Белее снега стал и ты, Храни святое облияние, Не пачкай этой красоты. Примите это пожелание, Не пачкай этой красоты, Примите это пожелание. Ты как ребенок вышел из плоды, Нога Твоя земли не ощущает, Законит тебя, Законит тебя, Не пачкай этой красоты. Примите это пожелание, Не пачкай этой красоты. И ты храни святое одеяние, Не пачкай этой красоты. Примите это пожелание, Белее снега стал и ты. Храни святое одеяние, Не пачкай этой красоты. Примите это пожелание, Не пачкай этой красоты. Примите это пожелание. Слава Богу, я вернулся. Я хотел маленькое наставление дать, Так как у нас времени не сильно много. Библия говорит, Что дни лукавы. И чтобы мы поступали благоразумно и поступали, чтобы мудро. Я бы хотел прочитать Ефесянам 5 глава, 15 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, Не как неразумные, но как мудрые, Дорожа временем, потому что дни лукавы. Я думаю, не только дни лукавы, но у нас бывает, Мы встречаемся и с людьми лукавыми, И лукавое время, в котором мы живем, И Библия нам говорит, чтобы мы были очень осторожны, Потому что, что такое лукавство? Что такое быть лукавым? Это хитрый, коварный, склонный к козням, В переводе morally wrong, bad, immoral, wicked. Я хочу прочитать по-английски. See then that you walk circumspectly, Not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil. Английский говорит, что дни злые, или evil. И нам очень нужно бодрствовать, Чтобы эти дни, в которых мы живем, Чтобы дьявол нас не сбил с правильного пути. Потому что мы, когда стоим на путь правильный, Или путь праведный, Мы стараемся идти за Иисусом Христом, Мы читаем Библию, Мы хотим, чтобы поступать благоразумно, Чтобы поступать мудро. Но, знаете, дьявол не спит, И хочет искушать. И он искуситель, Он это уже делал очень много времени, От создания мира. И он знает, как человека увлечь, Он знает, как человека обмануть. Потому написано, чтобы бодрствовали. А бодрствовать, как это бодрствовать? Что такое бодрствовать? Это значит следить за собой, Молиться, чтобы не впасть в искушение. И чтобы идти за Христом. Потому что, если мы не бодрствуем, Дьявол будет тут, как тут. Если мы забываем, кто мы такие, Забываем наши обещания, Которые мы давали Иисусу Христу, Дьявол, он не спит. Он хочет, чтобы мы это забывали. Но если мы будем проводить время каждый день в молитве, Изучать Слово Божие, И поступать, Стараться благоразумно, мудро, То мы меньше будем слушать других, Которые, может быть, как-то лукаво будут нам подходить, Что-то предлагать нам. Но мы будем больше слушать Христа, Мы будем больше обращать внимание, Что Бог скажет. Если мы не знаем, как поступить, Открываем Писание. Писание нас учит, как нам поступать. Если мы не знаем, куда идти, Открываем Писание. Писание учит нас, куда нам идти, И как поступать, и что нам делать, Если мы не знаем, что делать. В начале этой главы написано так. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, В приношение и жертву Богу благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и либостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Там перевод есть, если вы не понимаете, можете читать по-английски. Так же сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение, Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолосужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обощает вас пустыми словами, ибо зато приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным есть свет». Вы можете записать эту часть из Библии, эту главу, и читать ее периодически, чтобы помнить, что мы дети света. Здесь написано «children of light». Мы должны ходить во свете. И когда мы ходим во свете, мы знаем, что есть плохо и что есть хорошо. И мы будем поступать в то, что есть хорошо, потому что мы видим, что хорошо и что плохо. И самое лучшее, и самое важное, чтобы мы знали, что Бог есть свет, и Слово Божье освещает нам дорогу. Слово Твое есть светильник ноге моей и свет стезе моей. Библия так говорит. И потому мы должны поступать так, как Писание пишет. Если мы будем стремиться, чтобы искать Бога, мы всегда будем поступать по свету. И Господь будет вести наши стопы. Давайте все станем, помолимся, чтобы Бог благословил это служение и благословил наших, которые приняли сегодня крещение, которые дали обещание Богу служить доброй и чистой совести, чтобы Бог им помог в этом. Аминь. Молимся. Друзья, пожалуйста, занимайте ваши места. У нас очень много желающих сегодня есть. Мы скорачиваем время как можно быстрее. Пожалуйста, Давид Чайпач, выходи. Во время пения Давида, молодежный хор, занимайте ваши места. И потом мы выслушаем псалом молитва. Окей? И, друзья, давайте во время вот этих пений сделаем материальное служение на нужды церкви. Братья, кто это делает, пожалуйста, пройдите по рядам. Я знаю, что немножко трудно, люди сидят, но, пожалуйста, это сделайте. Слава Богу! Слава Богу! Звезды потескнеют Звезды потескнеют Силы сильных ослабеют, и все предстанут пред Его престолом. И Он сойдет, как солнце правды, засияет над землею. Кому-то станет Он лицом и даст награды, а кому-то станет Он спиною. Кому-то станет Он лицом и даст награду, а кому-то станет Он спиною. И тогда они заплачут горько, и слезы побегут рекою. Почему, Господь, Ты есть со мною? Почему стоишь ко мне спиною? Почему, Господь, Ты есть со мною? Почему стоишь ко мне спиною? И Он ответит, а ну-ка вспомни, Когда в двери я твои стучался. Помнишь, Ты стоял ко мне спиною, Хоть и знал, что я в Тебе нуждался. Ты воскликнешь смиренье громко, Покажи, когда в дверь стучался. Скажи, когда Ты, Бог, во мне нуждался, Но оказался я тогда холодный. Я был ребенком, просящий хлеба, Я был избитым и стонал от боли, Но мимо Ты прошел, смотря на небо, Посыпая мои раны солью. Но мимо Ты прошел, смотря на небо, Посыпая мои раны солью. Но те, кому я раздаю награды, Услышав плач, пришли на помощь. И селенью моему были рады, Ожидая, что я их вспомню. И войдут они в познание Бога, И в одно большое наслажденье, А другие не заплатят своего долга, Хоть и вечно будут жить мученья. Звезды мира потескнеют, Небо свернется орлона, Силы сильных ослабеют, И все предстанет пред Его престолом. И он зайдет, как солнце правды, Засияет над землею. Кому-то станет он лицом и даст награду, А кому-то станет он спиною. Слава Богу! Верую в Бога единого, Невидимого Творца, Верую в непостижимого Господа Бога Отца, Верую во все держителя смысл и жизнь миром, Верую я промыслителям, подателям всех даров. Верую я Бога Отца, Сына Его, Иисуса Христа. Верую я Бога Отца, Сына Его, Иисуса Христа. Верую я Сына Божьего, Вечного Сына в Отце, В облике Он человеческом, В зерновом кровавом пицце. Верую я Бога Отца, Сына Его, Иисуса Христа. 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 Сына Его, Иисуса Христа. Верую я Богу Отца, Сына Его, Иисуса Христа. Верую я Богу Отца, Сына Я Городила Жизе. Как будто нет вокруг надежды, И силы нет вперед идти. Когда тоска забралась в душу, Сомненье сердце тяготит. Тогда склони свои колени, Молитвой Богу вас зови. Молитва небо открывает, Молитва с Богом говорит. Молитва сердце наполняет, Молитва душу исцелит. Молитвы речи нет прекрасней, Молитва Богу нас в крючок. Молитва небо достигает, Молитва силы нам дает. Молитва мир и ум тишенье, Молитва радость и покой. Молитва сила вдохновения, Молитва в жизни нас ведет. Молитва нас хранит в дороге, Молитву нашу всучит Бог. Молитва сердце успокоит, Молитва грешника спасет. Молитва небо открывает, Молитва с Богом говорит. Молитва сердце наполняет, Молитва душу исцелит. Молитвы речи нет прекрасней, Молитва Богу нас в крючок. Молитва небо достигает, Молитва силы нам дает. Молитва сердце наполняет, Молитва сердце наполняет. Молитва сердце наполняет, Молитва сердце наполняет. Молитва душу исцелит, Молитва душу исцеляет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мир и благодать всем нам, сидящим сегодня в этом зале. Потому что Божья благодать, она обильно благословляет нас и сегодняшний день. Особо сегодняшний день наполнен Божьей милостью и Божьим спасением, Божьей любовью к каждому из нас, особенно тем, которые сегодня приняли крещение водное. Я читаю из Евангелия от Иоанна с 13 главы. Такие слова. «Когда же умыл им ноги» с 12 стиха «И надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что Я сделал вам?» Иисус спросил учеников, когда Он омыл им ноги, там был инцидент с Петром, когда Петр немножко воспротивился и сказал, «Тебе ли омывать мои ноги, потом не умоешь ног моих вовек?» Христос ему сказал, что «Если не умою тебя, то не умеешь части со Мною». Он сказал, «Господи, все, тогда и руки, и ноги, и голову, всего». И Христос, когда омыл им ноги, и когда все успокоились, все убрали, все уже совершили, и Христос спрашивает у них, «Знаете ли, что Я сделал вам?» И порой, порой для нас этот вопрос как-то может быть и не стоит, ну что, ноги помыли, ну и все, ну что из такого? А здесь Иисус, как и было сегодня утром подмечено, Иисус в последние моменты своей жизни, Он делал особо важное заключение, особо важные такие постановления и говорил ученикам очень и очень важное все-все. И действительно, вот мы, когда задумаемся, Христос, когда сказал ученикам о этом омовении ног, казалось бы, ну что здесь такого? Ну, помыли ноги, кто хотел, кто помыл, кто не помыл. А Иисус вот здесь обратил особое внимание, знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то и так. «Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Это не просто какой-то мимолетный штрих, который Иисус там подметил и не все, А здесь Он конкретно сказал, вы тоже должны делать это. И здесь, а дальше говорится, «Истинно, истинно говорю вам, раб не больше Господина своего и посланных не больше пославшего Его, если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». И поэтому знание и исполнение – это очень важные моменты в нашей жизни. Потому когда мы знаем, оно не исполняем, это блаженство, оно не отображается в нашей жизни. И поэтому Христос конкретно указал и сказал, что очень важно все это знать и исполнять в жизни. Потому что я еще и еще раз возвращаюсь к этому моменту о умовении ног. Когда мы моем ноги друг другу, мы не просто склоняемся, мы не просто там омываем что-то или какие-то смываем что-то с ног брата или сестры, а этим мы исполняем Слово Господне, Слово Иисуса, который сказал, «Я дал вам пример, чтобы и вы это делали». И склоняясь у ног брата и сестры, становясь на коленке перед вот этим тазиком для омовения, мы говорим, и мы этим исполняем то Слово, которое говорил Христос, что не делайте с ноги учителями, а говорил о том, что очень важно, чтобы ты мог смириться пред братом, смириться пред сестрой. То есть мыслите о себе много, но почитайте один другого высшим себя. И когда мы склоняемся, мы этим показываем, что я не ставлю себя выше тебя, я тебя возвышаю пред лицем Господним, я молюсь о тебе, чтобы Бог тебя благословил, чтобы все пути твои были благословенны, чтобы семья твоя была благословенна, чтобы жизнь твоя была благословена Господом. Мы молимся, когда омываем ноги и благоставляем вот этого брата или сестру. И поэтому это один из моментов. Потом здесь Христос сказал, блаженны, когда исполняете. Потому каждое слово, которое сказал Иисус, когда мы его понимаем, вмещаем, и когда так поступаем, этим мы получаем вот это величайшее блаженство. Поэтому когда мы омываем ноги просто по обычаю, ну, все так делают, и я так делаю, это не так. А когда мы омываем во имя Иисуса Христа, и говорим по примеру Иисуса Христа, я омываю тебе ноги, благословляю тебя, как Иисус благословлял учеников своих. Вы знаете, когда мы исполняем вот слово Господне, слово Иисуса, мы получаем особое благословение. Я помню один из моментов, когда мы помывали друг другу ноги здесь, в этой комнате с братом. Потом как обнялись, как исполнились Духом Святым, как наполнились этой небесной радостью. Действительно, это есть то, что не сравнимо ни с чем, потому что это объединение наше делает Господь. Христос сказал Петру о том, что если не омою тебя, то не имеешь части со мной. То есть омовение ног – это не просто вот помыть от грязи или нечистоты. Омовение ног – это значит воссоединиться друг с другом. Это значит больше и больше приблизиться к Нему. Это значит быть частью один другого. Это очень большое значение имеет. И поэтому Христос, когда вот сказал вот эти слова, знаете ли, что я сделал вам? Как много в этом действии, очень много этих благословенных моментов, которые открываются нам. Но смотря на время, мы идем дальше и говорим о том, что Иисус не только омыл ноги ученикам. Иисус сделал очень многое. Иисус очень много сделал для своих учеников и для нас с вами. Я зачту вот одно даже место из первого послания Петра об Иисусе Христе. Христос, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дамы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал все суди праведному. Он, грехи наши, Сам вознес телом Своим на древо, дабы вы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились к пастырю и блюстителю душ ваших. Аллилуйя! Мы сегодня, прочитывая это местописание, оно так сокращенно и конкретно здесь написано о пути Иисуса Христа, который пришел на эту землю, который взял на себя грехи всего мира, который пострадал на кресте, который взял на себя твои и мои грехи, сделавшись жертвой умилостивления за всех нас. И Он вознес эти грехи Своим телом на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились. Аллилуйя! Как много дано нам в Иисусе Христе, как много дано нашей душе от нашего любимого Иисуса, как много Он вдохнул и вложил в нас этой Своей живой благословенной истины, этого Царства Небесного, чтобы мы, понимая Его принципы, понимая вот это Божье учение, мы могли так жить, чтобы отображать Его в нашей жизни. Особенно мы благословляем сегодня наших молодых и друзей, которые вступали в завет с Господом. Действительно для них так много будет открываться, много будет нового, много будет того, что, кажется, они еще не слышали, не знали, как много Иисус дает каждому из нас в нашей жизни. Мы понимаем, что для нас очень важна Вечеря Господня, очень важно это хлебопреломление, потому что это тоже заповедь Иисуса Христа. Он сам сказал о том, что «Съесть тело мое за вас уломимое, съесть чаша кровь моя, которая за вас проливается». Мы сегодня вспоминаем об этом. И это есть тоже исполнение вот этого слова, которое Христос сказал там на последние вечери. Если это знаете, блаженны, когда исполняете, когда мы берем хлеб, когда мы вспоминаем об Иисусе Христе, которого тело было там ломимо на Голгофе, так много страданий, так много горечи, так много неправоты, всего нечистого и недоброго, так все лилось на Него. И вы можете представить, вот это распятое тело Иисуса там на Голгофе. Оно обезображено, оплевано, обесчищено. И многие, смотря презрительно, восклицали, спасающий других, спаси самого себя. И так много было хулы, так много это было нечистоты против Него. И действительно, мы просмотрим, Боже, это же и мои грехи были там. Это же и я тоже участник во всем этом. Это тоже и я совершал эти безогония грехи, которые повели тебя на крест. Но ты взял их и пригвоздил там на Голгофе, освободив нас от проклятия, освободив нас от грехов наших и сделал нас святыми и чистыми. Господи, это Ты, это Твоя милость, это Твоя любовь, это Твоя святая жертва. И мы сегодня, вспоминая об этом, так и говорим друг другу, что действительно Иисус пострадал за нас плотью. И когда Он говорил о том, что чаша есть новый завет в моей крови, это действительно так и есть. Это завет, который Отец Небесный заключил с Иисусом, и в который мы входим, в который мы выявляемся участниками этого завета. И мы благодарны Богу, что Он дал нам сегодня эту часть. И как это важно не только знать, а и исполнять, потому что блаженство наше в том, чтобы исполнить всякое слово, которое Иисус оставил здесь на земле. Поэтому, говоря и об обмине ног, и о преломлении, мы говорим о том, что это заповедь или пример Иисуса Христа, который дает нам право, участвуя в этом, наследовать особые благословения. Это не просто периодичность, есть не просто какие-то наши повторения, а это то, что Иисус желает видеть в тебе и во мне. Это то, что Иисус желает видеть, что ты исполняешь Божье Слово, что ты исполняешь Его повеление, что ты любишь Иисуса. Потому Он так и сказал, помните, в Иоанна Иоанна так и написано, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Пусть Бог поможет каждому из нас, и сегодня, особенно, принимая причастие, принимая хлеб и чашу, пусть Дух Святой благословит каждого из нас, вспоминать, вспоминать о жертве Иисуса, вспоминать о своей душе, о том, что моя душа, она куплена кровью Иисуса. И пусть Дух Святой даст нам больше и больше разумения и понимания этих божественных истин, и пусть Божья благодать сегодня в особенной мере коснется каждого из нас. Я буду заканчивать, и хотел бы вместе с вами помолиться еще раз Богу. У нас много молитв сегодня, но это есть одно из таких важных аспектов нашего общения с Богом. Дух Святой, снизойди и обеспечить Твоими благословениями каждого присутствующего. Давайте мы встанем. Дорогие братья и сестры, будем петь общий пение номер 427. У креста хочу стоять. И будем петь первые три куплета. У креста хочу стоять. Созерзать душою, Как сгодав и благодать Мир течет рекою. У креста, у креста, Честь моя и слава Дам спасенья полнота На блаженство вправо. У креста меня нашли Благодать и сила И звезда святой любви И звезда святой любви Путь мой раздавила У креста, у креста, Честь моя и слава Дам спасенья полнота На блаженство вправо. У креста открылся мне Круткий я гнезд Божий Он привлек меня к себе Стал всего дороже У креста, у креста, Честь моя и слава Дам спасенья полнота На блаженство вправо. У креста, у креста, Честь моя и слава Дам спасенья полнота На блаженство вправо. Субтитры создавал DimaTorzok Плаженство вправо. Дам спасенья полнота Почему ты так милостей ко мне? Что даешь себя видеть в каждом дне? За что ты так любишь? Почему ты так добрый терпелил? На кресте за мой крех ты кровь пролил. За что ты так любишь? Не достойна мирости Твое Быть одним из возлюбленных детей. Но ты принял меня в свою семью И просил навсегда мою вину. Ты любишь безмерно. Сколько раз я тебе пообещал, Сколько раз твое слово не сдержал, За что ты так любишь? Как я падаю, ты смешишь по дням, Как на краю с ними дешево прощать. За что ты так любишь? Не достойна мирости Твоей Быть одним из возлюбленных детей. Но ты принял меня в свою семью И просил навсегда мою вину. Ты любишь безмерно. Ни свет, ни жизнь, ни силы и зла Не отлучат нас от места Твоей любви. Ни высота, ни глубина, Ни сход, ни голод, ни война Не отлучит. Ни смерть, ни жизнь, ни силы и зла Ни смерть, ни жизнь, ни силы и зла Не отлучат нас от Христа Твоей любви. Ни высота, ни глубина, Ни сход, ни голод, ни война Не отлучат нас от места Твоей любви. Ни высота, ни глубина, Ни сход, ни голод, ни война Не отлучат нас от Твоей любви. Как теперь не пойти мне за тобой, Когда ты доблась знать Твою любовь, Как тебя не любить. Как не верить Твоим святым словам, Не идти смело по Твоим следам, Как тебя не любить. Не могу не ответить на любовь, Вспоминая развятие крест и кровь, Вспоминая развятие крест и кровь, Я хочу так любить, как любишь Ты, На Тебя посвятить все жизни и дни. Любви так безмерно. Любви так безмерно. Любви так безмерно. Любви так безмерно. Друзья, дорогие, я еще раз приветствую каждого из вас в этот воскресный день. И вот мы подошли, можно сказать, к самому важному и главному. Друзья, дорогие, знаете, когда мы выходили из парка, одни американцы подошли ко мне, и они спрашивали, вот почему вы вот это делаете, почему вы одеты так, знаете. И я начал говорить, они спросили, какой мы религии, я объяснил. И знаете, я ответил, и потом я ехал домой, и я думал, вот если бы не Христос, если бы вот это Он не сделал для нас, друзья, дорогие, вот это был просто какой-то обряд, мы просто пришли на реку, мы просто нырнули туда и вынырли. Знаете, друзья, но ради Иисуса Христа, ради жертвы Его, ради Его страданий, друзья, дорогие, оно все становится ясным, оно все становится важным. Друзья, дорогие, и может для этого мира оно не важно, но, друзья, дорогие, для нас оно сильно важно, потому что мы поняли эту цену, мы поняли, что соделал для каждого из нас Господь, и без этого мы бы не имели спасения. И это мы должны помнить, каждый из нас. Каждый раз, когда мы это делаем, это не должно быть каким-то повторением, знаете, мы каждый месяц это делаем, и можно как-то не обращать на это внимания, чуть-чуть потерять как бы рвение к этому делу, но нет, друзья, когда мы вспомним то, что соделал Иисус Христос ради каждого из нас, как Он шел, как Он страдал, как Его избивали, как Он истекал кровью. Друзья, дорогие, это станет важным для нас. Это станет важным для нас. И я буду читать место от Матфея, 26 глава, и мы приступим. Я сначала прочитаю, потом я позову братьев. 26 глава, 26 стих и ниже я прочитаю. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите и идите сие есть тело Мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь Моя нового завета, за многих изливаемая вооставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». Друзья, дорогие, был этот вечер, когда ученики Иисус вместе собрались, и Он объясняет им и говорит, почему это Он делает, что это значит для них, что этот хлеб, который мы будем принимать, это символизирует тело нашего Господа Иисуса Христа. Это вино, которое мы будем пить, это кровь, которую Он пролил за нас. Друзья, дорогие, и нам нужно верой это принять, в духе нашем понять вот эти живые слова, которые Он, Иисус Христос, оставил для своих учеников, а также оставил и для нас. Братья, дорогие, пожалуйста, выйдите, и я буду читать от Коринфянам. Коринфянам 11 глава, 23 стих и ниже. Это апостол Павел говорит слова такие, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взяв хлеб, и возблагодарил, преломил, и сказал, «Примите, едите сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечерей и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Друзья, дорогие, очень серьезные слова. И я знаю, что братья каждый раз напоминают нам всем, что это не просто какой-то обряд, это не просто мы вкушаем что-то такое простое, это святыня Господня. И к этой святыне очень особенное дерзновение мы должны иметь. Если мы живем во грехе, сохранит Господь нас от этого. Друзья, дорогие, мы сами должны проверить себя, свое состояние пред Господом. Если мы свободны, если наша совесть не осуждает нас, мы будем участвовать, да благословит каждого из нас Господь. И я повторю опять, и мы будем начинать, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил. Друзья, дорогие, давайте вставши, возблагодарим Господа за этот опреснок, который мы будем вкушать. Дорогой наш Господь! Аллилуйя, слава Тебе, Господь! Я благодарю Тебя! Отец, Сын и Дух Святой! Аминь! И мы будем преломлять. Во время, как они будут преломлять хлеб, будем петь. Руки Христа – это руки любви. Ля минор. Номер 10.10. Руки Христа – это руки любви. Чистые, нежные руки, Ты посмотри, эти руки в крови, Знак листязания и муки. Ты посмотри, эти руки в крови, Знак листязания и муки. Может быть, ты из немогу дручок Совесть Тебя обмечает. Стань, дорогая душа, это Он, Руки к Тебе простирает. Встань, дорогая душа, это Он, Руки к Тебе простирает. Руки Христа извлекают из грамм, Ставят на камень спасенья. О, это жизнь, а не только слова, Это любовь и прощенье. О, это жизнь, а не только слова, Это любовь и прощенье. Руки простирает. Руки простирает и к Тебе ко мне, Полные ласки и привета. Можно ли долго стоять в стороне И не ответить на это? Можно ли долго стоять в стороне И не ответить на это? Друзья, дорогие, читаем дальше, 24 стих. И, возблагодарив, преломил и сказал, Примите и едите, сие есть тело мое, За вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Друзья, дорогие, будем помнить, Будем размышлять, будем рассуждать, Что мы делаем сейчас, друзья, дорогие. Имеет право участвовать. Кто принял водное крещение, Наши молодые сегодня это сделали. Кто является членом церкви, Кто не на замечании, Кто в мире с Богом и со всеми, Кого не осуждает совесть. В гости также вы можете участвовать. Пусть вас Господь благословит. Братья, разнесите. Группа может продолжать петь. Друзья, если вы поучаствовали, Вы можете садиться, Чтобы братья видели, Куда еще нужно пройти. Будем петь общим пением Руки опущены, слезы в очах. Ля минор. Руки опущены, слезы в очах. 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 Щедрой жестокостью плодит народ. Вместо награды зла, Вместо хвалы кулак Божьему Сыну на плечи легла. Это моя вина, это мои дела, Это мои слова, пронят Христа. Это моя вина, это мои дела, Это мои слова, пронят Христа. Ветер бушует, луч солнца угас, Вместо в глазах дьявола глаз. Что же на помощь отца не зовешь, Или пощады и милости ждешь? Это моя вина, это мои дела, Это мои слова, пронят Христа. Это моя вина, это мои дела, Это мои слова, пронят Христа. Руки опущены, слезы в очах, Люди, прислушайтесь к свисту печаль. Сбылось пророчество, Лик твой в крови, Смех и пощелчины, Крики распри, Это моя вина, Это мои дела, Это мои слова, Ранят Христа. Друзья, дорогие, все поучаствовали, Никого, братья, не прошли? Братья служителя сейчас поучаствуют. Сейчас группа будет петь, А братья разнесут, Чтоб ничего не осталось, Друзья, пожалуйста. Путь к Голгофе далек, Кровь стекала из ран. До минор. 1175. Путь к Голгофе далек, Кровь стекала из ран, Сколько муки, страданий во взоре. Иисус дорогой умирал на кресте, Принял тяжкие муки и горе. Никогда не смогу я забыть этот крест, Он стоит между небом и землею. Своей смертью Христос Примирил нас, Творцом, Искупил драгоценную кровь. Чем ты платишь ему за божественный дар, За пролитую кровь, что дает? Чем ты платишь ему за божественный дар, Дай ты, святый царь, Благодней впереди, Для тебя это слово сдал Господь. Он зовет, он приди, Мимо, друг, не пройди, Днем ты счастье и мир обретешь. Так же и чашу после вечери и сказал, Сия чаша, есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, Смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Друзья, дорогие, и мы будем участвовать так же и в чаше, И помнить, что это страдания нашего Господа Иисуса Христа. Сейчас мы совершим молитву. Будем молиться. Аллилуйя, слава тебе наш Господь, Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, дорогие, к чаше тоже такие же самые правила. Имеет право участвовать, кто принял водное крещение, Кто является членом церкви, Кто не на замечании, Кто в мире с Богом и со всеми. Да благословит вас Господь. Пожалуйста, будьте очень аккуратны, Чтобы братья обслужили вас. Будем петь общим пением. Номер 421. Знаешь ли ручей, что бежит? Знаешь ли ручей, что бежит? За креста, где умер Христос? Знаешь ли того, кто дарит Выкуп от страданий и слез? Хоть как пурпур грех мой плоской, Хоть вина горит тяжелей, Кровь Христос стекает струйной, Ее сделан свек обелень. Позабытый вечным Отцом Кровь свою Христос проливал, На кресте стерлоп и венцом, Не напрасно он пострадал, Хоть как пурпур грех мой плоской, Хоть вина горит тяжелей, Кровь Христос стекает струйной, Где я сделан свек обелень. Я пришел на призыв Христос, Он источник жизни моей, В нем спасенья вся полнота, Им я сделан снег обелень. Хоть как пурпур грех мой плоской, Хоть вина горит тяжелей, Кровь Христос стекает струйной, Где я сделан снег обелень. Слабый и усталый мой дух, Миром счастья долго искал, Как овце заблудший посту, Мой Господь пришел и мир дал, Хоть как пурпур грех мой плоской, Хоть вина горит тяжелей, Кровь Христос стекает струйной, Где я сделан снег обелень. Духом я люблю созерцать, За креста текущий ручей, Бьется в нем для всех благодать, Им я сделан снег обелень. Хоть как пурпур грех мой плоской, Хоть вина горит тяжелей, Кровь Христос стекает струйной, Где я сделан снег обелень. Будем петь на далеком холме среди деревьев и скал. На далеком холме среди деревьев и скал, Сквозь седые века Старый крест простоял, Миллионы людей У поножья креста Своё счастье нашли, Там однажды был я. Старый крест, старый крест непростый, Но лишь в нем сила есть, сила есть сегодня, Может он исцелять разбитые, больные сердца, Каждому пришедшему открыть небеса. Между небом святым и греховной землёй Круппой славе лежит, Разделяясь с тобой, Хочешь верь, хочешь нет, Слушай слово Творца. Хочешь верь, хочешь нет, Своё счастье нашли, Своё счастье нашли, Своё счастье нашли, Больные сердца, Каждому пришедшему открыть небеса. Друзья дорогие, все поучаствовали? Никого, братья, не прошли? Все поучаствовали? Слава Богу, сейчас братья поучаствуют. Продолжим петь. О, Иисус дорогой, У подножья креста, Сквозь седые века Я увидел Тебя На пронзенных руках Не застывшая кровь, А в прекрасных глазах Можья к людям любовь. Старый крест, старый крест, Не броский, но веснём. Сила есть, сила есть сегодня, Может, тот исцелять разбитые Больные сердца, Каждому пришедшему открыть небеса. Старый крест, старый крест, Не броский, но веснём. Сила есть, сила есть сегодня, Может, тот исцелять разбитые Больные сердца, Каждому пришедшему открыть небеса. Друзья, дорогие, в конце я хочу просто напомнить нам Слова апостола Павла к евреям, Он говорит такие слова В 12 главе с 1 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, Свергнем себя всякое бремя И запинающий наш грех, И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, «Пренебрегши посрамление, И воссел одесную престола Божия, Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Друзья, дорогие, мы выходим с этого места И опять продолжится наша каждодневная жизнь. И в этой жизни нам именно нужен Господь, Именно нужны вот эти видимые предметы, Которые мы сегодня совершили, Для того, чтобы исполнить волю Божью, Чтобы сохранить себя от греха, Чтобы опять вновь и вновь, приходя на это место, Мы могли прославить нашего Господа. Давайте встанем на наши колени И прославим и возблагодарим нашего Господа, Что Он дал нам возможность участвовать в этом святом деле И прославим Его. Аминь. Аллилуйя, слава Тебе, наш Господь! Мы благодарны Тебе, Иисус! Слава нашему Господу! Когда идешь к великой цели, То помни, будут впереди И гром, и буря, и метели, И может горе посетить. Иди, как шел к великой цели, Страдай, и падай, и борись, И в зной, и в снежной метели, Мольбою искренней молись. Дорогие друзья, Слава нашему Господу! За этот прекрасный день, За эти прекрасные служения, Это уже второе служение мы сегодня имеем. Слава Господу! Бог велик! Великая Его милость! Я хотел бы сказать, что Бог заботится о нас. Знаете, приятно И интересно читать. Пошла вдова, Насобирала кувшинов, И говорит, Закрой дверь и наливай. И мы на все времена, Вот уже три тысячи лет читаем Чудесный Бог. Но и сегодня Те же самые чудеса Бог творит. Мы говорили, Мы благодарили Господа За первые два воскресенья. Ну вот, в итоге Закончился месяц. И Двери были закрыты. Никто сне нам не помогал. И кувшины налились. И 102 тысячи За этот месяц. Слава Господу! Слава Ему! Поэтому Бог И в наши дни Творит чудеса. Кажись, невозможные чудеса. Лето. Все отдыхают. Все куда-то спешат. Покупают что-то. Ездят. Подобно, как пустые кувшины. Ну что, можно Пустые налить С того кувшина, Где пол кувшина всего есть. Но По милости Господа Слава Ему! Поэтому мы в этой молитве Будем благодарить Господа. Ибо это Его милость, Это Его манна, Это Его елей, Это Его благословение. Он дает нам заработки, Дает здоровья. Но самое главное, Дает в наше сердце Такие добрые побуждения. Я хочу сделать краткое объявление Еще В следующее воскресенье Мы сделаем Миссионерские пожертвования, Как бы миссионерское служение. Потому что во второе воскресенье Наши братья, служители Поедут на миссионерское служение В Мексику. Ну, а Вы знаете, что серебро надо чуть-чуть раньше, Чтобы было с чем ехать. Поэтому Мы не во второе воскресенье Сделаем миссионерское служение, А во первое. То есть в следующее воскресенье. Так что у нас в следующее воскресенье Будет два пожертвования. Первое, как всегда, На нужды церкви, На строительство дома молитвы. А второе, на миссионерское служение. То, что мы помогаем, Вы знаете, содержим Миссионера, На Украине, В родсаде. Ну, мы еще, Бог расположил, И мы стали работать В Мексике. Поэтому Нужно и туда средство. Плюс едут Наша молодежь, Едут наши Братья-служители Во главе Старшим пастырем. Поэтому Уделите на это Немножко Средств И да благословит вас Господь. В четверг, в этот четверг, Это 4 джулай, Нас Материнской молитвы Не будет. Есть две нужды, Мы помолимся за них. Просьба продолжать молиться за Алену. Ситуация плохая. Спасибо, Брат Василий. Вы знаете, что Сестра И Брата Василия, Алена, Она там на Украине И Сложные Обстоятельства. Чтобы Бог Помог, Сохранил, Дал свою милость. Также есть Здесь еще одна записочка. Просим, Помолитесь за Анжелу Сакраменто. Выявили тяжкую хворобу. Дима Думай Шалатюк. Шайнюк. Так догадываюсь. Вы знаете, что у нас есть и наши больные. У нас есть также те престарелые сестры, братья, за которых мы молимся. Это за Анатолия Казимира. Мы молимся за Кравченко Владимира. Кравчука Владимира. Мы молимся за сестру Анну Цему. За сестру Любу Полтовец. Поэтому За Анну Коробку. Если вы встаете и Не знаете, о чем молиться, Вспомните, Что есть у нас люди, которые нуждаются в этом. Эту ночь или прошлый день, так же случилось в наших друзей беда. Вы знаете, загорелся дом. Плоды Духа Святого. И послушайте их служения. За брата Сашу. Господа за пожертвования за этот месяц и за устройство и благословение друзей наших в дороге. Слава Тебе, Господь. Благословен Ты, вечный Бог всемогущий. Слава Тебе. Аминь. Божьих Вам благословений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова